Правительство опубликовало расширенный список санкций против Украины. Правительство опубликовало расширенный список санкций против Украины вчера, 22 часа 52 минуты, знак авторского права. На площади независимости в Киеве, Украина. Знак авторского права. Москва 25 декабря РИА Новости. Правительство опубликовало расширенный санкционный список против Украины. В общей сложности в список попали свыше 200 украинских граждан и компаний. Ограничительные меры коснутся Государственного экспортно-импортного банка Украины, компанию «Цейон Тренерго», Государственные военные компании «Укрбаронпром» и «Укрспецэкспорт», первую логистическую компанию и страховую группу ТАСС. Вчера в 17 часов 34 минуты уравнять шансы. Эксперт о расширении России санкций в отношении Украины премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины. В эфире «Радио Спутник». Эксперт Владимир Оленченко прокомментировал действия российской стороны. Помимо этого, под санкции попали мэр Одессы Геннадий Труханов, первый замглавы украинского МВД Сергей Яровой, начальник Госпогранслужбы Петр Цегикал, замглавы национальной полиции Вадим Троян, депутат Верховной Рады от оппозиционного блока Александр Вилку и его коллеги по парламенту Владимир Шкварилюк, Владимир Орешенков, Евгений Болицкий, Антон Яценко, Александр Абдулин и Константин Ярынич. В общей сложности под российские спецэмеры попала почти половина украинского парламента. В черный список также внесли начальника главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбу. Всего на данный момент в список включены 567 граждан Украины и 75 компаний. Как ранее написал премьер-министр Дмитрий Медведев, Россия расширила перечень лиц и компаний, попавших под специальные меры, для защиты собственных интересов. 24 декабря, 10 часов 39 минут Россия не сворачивала отношения с Украиной, заявил Лавров, ответные санкции в начале ноября Россия в ответ на украинские санкции ввела ограничительные меры в отношении 322 физических и 68 юридических лиц. В список попали глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, радикалы Дмитрий Ярош и Олег Лешко, экс-премьеры Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко. Помимо этого, контрсанкции также коснулись членов Украинского конституционного суда, чиновников администрации, некоторых руководителей органов исполнительной власти, части политиков, бизнесменов и военных. 18 декабря, 20 часов 02 минуты украинское правительство предложило расширить санкции против России сами ответные меры предполагают блокирование, замораживание, безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России запрет на перечисление средств, вывод капитала за пределы России. В Москве подчеркнули, что принятые решения носят характер ответного. Украинская сторона ввела санкции в отношении России в 2015 году, после чего неоднократно расширяла и продлевала их. При этом, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, если Киев отменит санкции, то Москва прекратит действие ответных ограничений.